Здравствуйте, подписчики и гости канала! В этом видео рассмотрим принцип работы и область применения резательных устройств со струной. Этот способ резания осуществляется при относительном перемещении натянутой струны и разрезаемого материала. Резание происходит при достижении удельного напряжения в материале выше разрушающего. Общие законы разрушения применимы и для этого способа резания. Резание струной применяется для обработки материалов, обладающих вязко-пластическими свойствами, таких как однородные по структуре конфетные полуфабрикаты, сливочное масло, вафли и тому подобное. Режущая кромка при резании струной не может быть выполнена с заточкой, она всегда имеет радиус закругления. Поэтому этот способ резания не применяется для обработки мяса, рыбы, стеблей растения, то есть для материалов с волокнистой структурой, при резании которых основная доля энергии идет на разрушение материала лезвием. Резание струной эффективно при резании таких материалов, для разрушения которых затраты энергии на разрушение лезвием незначительны. При резании пластинчатым ножом конфетных масс доля энергетических затрат на преодоление боковых сопротивлений составляет около 60%. Поэтому применение резания струной таких материалов уменьшает усилие резания и повышает качество среза. Для сокращения отходов материала и уменьшения затрат энергии необходимо применять струну с минимальным диаметром и с достаточной прочностью. По относительному перемещению струны и разрезаемого материала режущие устройства могут быть выполнены по одному из трех вариантов. Первое. Разрезаемый материал в процессе резания неподвижен, а режущий инструмент перемещается со скоростью резания. В такой случае резание струной реализуется в устройствах для резания пищевых полуфабрикатов на предприятиях общественного питания, резания яйца продуктов, цукатов. В кондитерской промышленности и молочном производстве применяется довольно редко и для производств с небольшим объемом. Это объясняется тем, что места загрузки и выгрузки продукты совпадают и трудно механизировать подачу и отбор материала. Второе. Режущий инструмент струна неподвижен, а разрезаемый материал перемещается со скоростью резания. Реализация этого способа осуществлена в машинах для резания комбинированных конфетных пластов, состоящих, например, из вафельных и орехосодержащих слоев. По возможности механизация подачи разрезаемого материала и отбора полученных кусочков этот способ предпочтительнее первого. Обслуживание режущего инструмента упрощается, следовательно, имеется возможность применения этого способа в непрерывном производстве в составе механизированных поточных линий. Третье. В процессе резания и режущий инструмент и разрезаемый материал перемещаются. Их относительное перемещение происходит со скоростью равной скорости резания. Этот способ получил самое широкое распространение, он наиболее универсален и отвечает одному из главных требований. Возможности реализации в механизированном поточном производстве. Применяется в машинах для резания конфетных жгутов, конфетных пластов и других материалов при обработке их в непрерывном потоке. По принципу резания устройство для резания с применением струны можно разделить на следующие виды. Первое. Рубящее резание, при котором струна при своем относительном перемещении по отношению к разрезаемому материалу, совершают в процессе резания поступательное движение со скоростью резания в направлении перпендикулярном струне. Второе. Скользящее резание, при котором струна совершает сложное движение, составляющими которого является поступательное перемещение в направлении перпендикулярном струне и одновременное перемещение в направлении оси струны. Третье. Резание вибрирующей струной, совершающей поступательное и колебательное движение с определенной частотой и амплитудой. Возможны случаи вибрации струны по направлению перпендикулярному струне, по оси струны, под углом к оси струны и вокруг оси струны. Четвертое. Резание струной с ее подогревом. Последние три принципа резания струной позволяют резко снизить удельные нагрузки и затраты энергии. Кроме того, важным преимуществом этих способов резания является постоянная зачистка режущего инструмента в процессе резания, что ведет к повышению коэффициента его использования. Из сказанного следует, что хотя резание струной не находит широкого применения в промышленности, оно является перспективным благодаря преимуществам, которые имеет. Из сказанного выше следует, что резание струной следует применять для резания пищевых продуктов, обладающих вязкопластическими свойствами. Рассмотрим применительно к внедрению струны задачи из теории пластичности о вдавливании гладкого выпуклого штампа в пластический слой, который опирается на гладкое основание. На рисунке показана схема внедрения штампа и конструкция поля скольжения. Штамп внедряется со скоростью V, жесткие боковые области отодвигаются со скоростью U вдоль линии раздела O, A0, B0, C или O, A0, B0, C. Нормальная составляющая скорости перемещения жесткого тела определяется через U и уравнением линии скольжения. Вдоль линии контакта C'C нормальная составляющая скорости будет Линия скольжения образует с поверхностью штампа угол π на 4. Если вблизи контура выполняется условие, то условие текучести имеет вид. И напряженное состояние определяется формулами. Внедрение штампа со сферической поверхностью в пластическое тело рассматривается как установившееся движение. Можно предположить, что эта задача применима для теоретического описания процесса резания охлажденных конфетных масла и других пищевых материалов в начальной стадии внедрения инструмента в разрезаемый материал. Далее рассмотрим зависимость параметров резания от диаметров струны. С целью определения влияния диаметра струны на максимальное усилие и удельную работу, а также нахождение оптимального диаметра струны, осуществляли разрезание конфетной массой струной следующих диаметров. Со скоростью резания изменяемой от 0,04 до 0,2 метра в секунду. Каждый опыт повторяли не менее 7 раз. В таблице показаны средние результаты экспериментов при разрезании конфетной массы со скоростью резания 0,018 метра в секунду. Математической обработкой экспериментальных данных методом корреляционного анализа установили зависимость максимального усилия резания от диаметра струны. Определили значение постоянных коэффициентов. Коэффициент корреляции R равнялся 0,974. Показывает высокую тесноту связи Pmax и D. Установили также зависимость удельной работы от диаметра. Коэффициент корреляции R составлял 0,994. Показывал хорошую связь А удельного с D. Экспериментами установлено также влияние диаметра струны на качество разреза конфетного жгута. При диаметре от 0,14 до 0,4 миллиметра качество разреза при всех скоростях резания было наилучшим. Отсутствовали крошки, поверхность разреза была ровная, трещины, наплывы и другие нежелательные признаки отсутствовали. В этом видео мы с вами рассмотрели принцип работы и область применения резательных устройств со струной и зависимость параметров резания от диаметра струны. Благодарю вас за внимание, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления. На этом я с вами прощаюсь, желаю успехов и до новых встреч!